Женщины, которые залипают на мужчинах, которые страдают, с ума сходят, которые и туда и сюда, и в жопу, и в попу. А в жопу и в попу это не одно и то же? Или у нее два разных там этих? В рот. Можно одновременно, и вообще я коврик из-под унитаза, таким женщинам никогда в жизни мужчины деньги давать не будут. Ну просто зачем? Это как бы существо, которое как бы тут рядом сидит, и в нее никак вкладываться не надо, потому что она и так уже сидит. Она никуда не уйдет, она никуда не денется, он прекрасно это понимает, он что, дурак? Ему ничего уже делать не надо, для этой женщины следовательно все ему понятно. Ну что, я там продукты купила, за квартиру заплатил, в принципе вполне нормально. Если вы себя относите к таким вот половичкам, то не удивляйтесь, что у вас денег нет от мужчины. Ни подарков, ни денег, ни особого внимания. Ой, ну чайки, ну чайки. Ребята, всем здорово, саночной связи. Так, давайте по порядку. Во-первых, разберемся с несколькими вопросами, очень важными. В жопу и в попу это у нее одно и то же, либо как бы это разные там понятия, как бы я не знаю. Дальше, говорит, можно одновременно. Как понять, ну ты поешь, и в жопу, и в рот одновременно, это как понять? Я извиняюсь, там мужчина что, членистоноги что ли, у нее несколько этих что ли, как бы, или она намекает на групповушку что ли, это что такое вообще? А вообще, ребята, суть ролика такова. Не давай в жопу бесплатно, чайечка говорит. Вот и все, не давай в разные отверстия бесплатно. Пускай вкладывается, пускай дает тебе бабки, покупает тебе подарки, водит в рестораны, возит на отдых, и тогда только давай в жопу, как бы. Тогда у меня вопрос, а чем ваша жопа такая волшебная, чем у других миллионов женщин? Ну, допустим, есть нормальные чайечки, с которыми нужно взаимодействовать, они занимаются любовью абсолютно бесплатно, с мужчиной, которого они любят, нравятся и так далее. Ребята, кстати, в моем курсе, как взаимодействовать с женщиной без потерь, это все подробно описано. Он на 4,5 часа в видеоформате, как их пробивать на инстинкт, как укладывать в постель, как вычислять их манипуляции, как вычислять мероконтильных женщин, и с ними не связываться, и многое-многое другое. Очень много практики. Ребята, кому это интересно, ссылочка на мой сайт в описании, проходите, ознакомливайтесь, пишите мне в личку. И чем-то эта чайечка, так скажем, подтвердит, подкрепит свои дырочки, чем, я не знаю, диамантами их украсит, там, бриллиантами или чем? Обычные дырки, говорит, не давай бесплатно. Так в том-то и дело, что нормальные чайечки, они взаимодействуют бесплатно, когда она с мужчиной рядом находится, может быть, живет, может быть, они просто там встречаются, да? У них полный спектр удовольствия, полный спектр отношений, это все прекрасно, и мужчине хорошо, и женщине. Если же чайечка изначально заточена на то, чтобы развести на бабки, тогда не называйте это отношениями, называйте тогда это прямо, прости ту, ты ей, вот и все. А то, не знаете, любят помешать вот эти вот понятия, там, вот это вот товарно-денежные отношения и отношения человеческие, там, между мужчиной и женщиной, ну, то бишь, любовные, романтические, да? А не любители смешать этого всего? Да нет, называйте все своими именами. Встань от меня, хватит уже выносить мне мозг, ты достала меня своими вечными претензиями. Приходилось вам слышать подобные упреки в свой адрес от мужчины? Что стоит за этими фразами? На самом деле мужчина этими словами показывает вам, что его в отношениях все устраивает, и что он не собирается ради вас ничего менять. И сделать вас виноватой Мегерой, выносящей его мозг, ему гораздо легче, чем взять на себя ответственность и разобраться в текущих проблемах. И тут уже вы, девушки, должны понять для себя, устраивает ли вас такой безответственный мальчик, или вы достойны быть с мужчиной, который готов решать вопросы по-взрослому. Во всех парах, где есть настоящая любовь, присутствуют эти пять признаков. А, это уже следующий пошел ролик у него, да? Два подряд их будет. Боже, ребята, это, это, это я не знаю, то есть она выносит тебе мозг, и в этом виноват ты. И самое главное, тебя эти отношения устраивают. Ребята, как они, где эти психологи не появляются, где они берут эту информацию, я ума просто не приложу. Вот честно, я не, я не могу, я не могу вот это, знаете, скомпоновать, сопоставить. Как это, я пилю тебе мозг. При этом тебя это устраивает. И в этом виноват ты. Я ходила на речку купаться, потому что висел красный флаг. Но я не искупалась, потому что трактор в поле работал. Это вот логика нынешней психологини, ребята. Вот она стопроцентово отображает. Как они до этого доходят, ребят? Вы знаете, вот есть такое понятие, как вот подарочная упаковка. Она вот сидит на диванчике такая, все с мейкапом, вся одетая, да? Там хорошая камера. То есть главное продать упаковку. Там консультации, там и то, и все, как бы, да? Что-то внутри, ребята, это уже, вот, вы знаете, вот, это настолько, знаете, вот, необразованность нашего общества. Чаще всего, как бы, чаечного, да? Которые вот у них курсы покупают. Там типа, как соблазнить мужчину, как раскрутить его на бабки. Ну, вот это вот все, да? Главное купить и упаковку, точнее, продать, да? Что-то внутри, как бы, вот, что можно, какой вывод сделать с этих слов, ребята? Я уже сказал, да, что трактор в поле работает, все. Смысла ноль. Ноль просто смысла в их словах. Давайте про пять признаков в отношениях поговорим. И отношения точно стоит сохранить. Первый признак – взаимная поддержка. Если в моменты трудностей, проблем, конфликтов вы с партнером становитесь командой и плечом к плечу решаете вопросы, то это один из лучших показателей того, что ваши отношения точно стоит продолжать. Второй признак – открытое и искреннее общение. Если вам комфортно делиться своими чувствами с партнером, если вы можете искренне пожаловаться ему на неудачный день, то это, как ничто другое, создает здоровую атмосферу для решения любых конфликтов и преодоления любых трудностей. Третий признак – взаимное доверие. Если вы верите друг другу и ощущаете, что ваш партнер поддерживает вас и уважает ваше решение, это является одним из ключевых показателей крепких отношений. Сначала она сказала, что в выносе мозга виноват ты, а ты после этого должен ей доверять. Четвертый признак – способность к росту вместе. Если вы и ваш партнер разделяете общие цели и стремления к личному развитию, ваши отношения будут становиться только лучше с годами. Например, если вы оба мечтаете открыть международную компанию и уже даже придумали бизнес-план, то вам точно по пути. Пятый признак – наслаждение от времени, когда вы только вдвоем. Это самый лучший показатель того, что ваши отношения – это любовь, и их стоит продолжать. О, ребята, это любовь, эти отношения стоит, конечно же, продолжать. Вот как у них не складывается, да? Я же не случайно ставлю такие ролики рядом, ребята. Сначала она говорит одно – это выноси мозга виноват ты, а потом говорит, типа, надо доверять друг другу, надо хорошо проводить время. Еще и международную компанию открыть нужно вместе, ребята. Куцурбовка продакшн, ребята, да, вот типа такая. Между поселочная компания, как бы так сказать. Международную компанию. Много у нас пар международной компании открывают, ребята. С чаечками бизнес – одно удовольствие, ребята. Я одно время как бы не то, чтобы вел с ними дела, как бы там рядом по соседству были. Они не столько там кровью попили, ребята, своими вот этими вот чаечными, так скажем, милостями, да. В назло многое что делали, как бы. Ну, там были такие между, так скажем, междутерриториальные войны, как бы там, да. Чаечки, наверное, на это способны. Не дай боже, тебе с ней бизнес мутит, ребята. Она тебе штанов там оставит просто попросту-напросто. Вот и все. Ребята, кого курс заинтересовал, проходите на мой сайт, ознакомливайтесь. Там и другие курсы тоже есть. Пишите мне в личку. Прекрасного вам дня и отличного настроения.